Международный уровень и мировое признание Оренбургский пуховый платок получил еще в 19 веке. В 1857 году этот товар впервые представили на Парижской выставке. После англичане даже стали имитировать российские платки, но не смогли и на йоту приблизиться к мастерству вязальщиц Российской империи. И вот на дворе 21 век Оренбургские платки все так же не превзойденный модный товар. Говорят, что настоящий Оренбургский платок может пройти через колечко. Ну что, попробуем? Ну вот, настоящий платок, который прошел через маленькое колечко. По одному из преданий первые прибывшие на Урал русские переселенцы удивились легкой одежде калмыцких и казахских джигитов. Секрет противостояния лютым морозам оказался необычен. В качестве подкладки они использовали платок из козьего пуха. Так что первые ценители Оренбургского платка были мужчины. А уже потом рукодельницы-пуховницы возвели в совершенство вязания пуховых шалей, сделав их символом России. И нигде в мире никакая вязальщица не создат Оренбургский пуховый платок, потому что секрет их раскрыть невозможно. Он создан самой природой. В Оренбургской степи живет и произрастает, и до сих пор процветает Оренбургская коза. Это особая порода коз, которая сформировалась в результате вот этих особых климатических условий. Это очень суровая зима, степная зона, где нет деревьев, очень много снега, ветра, холодные ветра. В результате этого Оренбургская коза дает вот такой пух. Пух очень тончайшей нити. Этого пуха около 15 микрон. И куда бы ни вывозили оренбургских коз, даже на благодатные поля Франции, они тут же, словно по волшебству, превращались в обычных с грубым толстым пухом. Так что прикоснитесь к истинному чуду. Настоящие оренбургские платки сегодня в Бийске. Вот простой пуховый – это серая шаль, белая бывает реже, наиболее теплая. Или палантин – тонкая накидка с особым способом вязания. И, конечно, верх пухового совершенства – паутинка. Изделие ажурное и самое дорогое. Десятки видов в сопутствии с детской одеждой и прочими теплыми вещами. Выставка продажи работает только три дня. Елена Колточакова, Татьяна Звягинцева, Сергей Даровских. Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова